Глава 1. Душистый дерн укроет плоть. Небесный свод мой храм, Господь. В моем кадиле ветры гор. Мне мысль, молитва с давних пор. Томас Мур. Священные песни. Стихотворные эпиграфы переведены Эрсефом за исключением особо оговоренных. Кто не знает, какое впечатление величия исходит от необъятного. Самые возвышенные, самые смелые мысли посещают поэта, когда он заглядывает в бездны неизмеримых просторов. И с особенной живостью ощущает он тогда собственное ничтожество. Не может оставаться безучастным тот, кто впервые зрит перед собой шире океана и даже в безбрежной стеночи находит на шум подобие величия, поражающего нас в грандиозных явлениях природы, всю мощь которых не в силах постигнуть наши чувства. Нечто безликое восторгу и благоговейному страху этому порождению возвышенного ощущали при взгляде на раскинувшийся перед ними пейзаж и четверо не схожих между собой персонажей, коим довелось открыть наше повествование. Вчетвером двое мужчин и две женщины взобрались они на груду поваленных ветром деревьев, чтобы оглядеться по сторонам. Такие места и поныне зовутся в этих краях ветровалами. Пуская небесный свет в темные душные лесные трущобы, они образуют как бы оазисы в торжественных сумерках американских детственных лесов. Описываемый здесь ветровал находится на косогоре пологого холма, и взору путника, забравшегося на его верхушку, открывались широкие дали. Нечаянная радость для странника, блуждающего в дебрях лесных. Небольшой клочок земли, но благодаря его расположению высоко на склоне холма, на доходящей к низу прогаленной, вид отсюда простирался много дальше, чем можно было предположить. Философы еще не установили природу стихий, производящих в лесу такие опустошения. Некоторые ученые видят в этом разрушительное действие ветров, подобных тем, что образуют в океане смерчи, тогда как другие ищут причину во внезапных и сильных электрических флюидах. Но самое явление достаточно всем знакомо. На кромке ветровала, о коем здесь идет речь, слепые стихии так нагромоздили дерево на дерево, что двое странников не только сами скарабкались на высоту в 30 футов, но и увлекли за собой, где уговорами, а где и вовремя оказанной помощью обеих своих спутниц. Огромные стволы, сломанные и раскиданные, как попало, мощными порывами ветра, лежали навалом, словно бирюльки, меж тем, как их ветви, все еще благоухающие и увядшие листвой, и уплетались, давая рукам надежную опору. Один вывороченный из земли великан торчал мощным комлем кверху, и на его разлапых корнях сохранился толстый слой земли, который и послужил своего рода удобными мостками для наших четверых путников, озиравших окрестность. Пусть читатель не ждет здесь от меня описания людей из высших слоев общества, это были всего лишь странники, блуждающие в дебрях лесных. Но даже отвлекаясь от этого, надо сказать, что необычный их жизненный уклад, неположение в свете не приобщили их преимуществам избранного круга. Двое мужчина и женщина были местные уроженцы, исконные хозяева этой земли, ибо они принадлежали к небезызвестному индейскому племени Тускароров. Что же касается их спутников, то мужчина, судя по его внешнему виду, всю жизнь скитался по морям, и лишь в качестве простого матроса. И сопровождающая его девушка вышла из той же непритязательной среды. Однако юность и миловидность также скромные и живые манеры придавали ее облику тот отпечаток ума и душевного изящества, который сообщает прекрасному полу двойное очарование. Вот и сейчас ее выразительные голубые глаза светились восторгом, а милая личика подернулась той легкой задумчивостью, какую вызывают в одаренных натурах сильные ощущения, даже в тех случаях, когда они приносят нам одну лишь незатуманенную радость. И в самом деле, кто бы мог остаться равнодушным картинам окружающей природы к западу, в том направлении, куда были обращены лица путников, и где, собственно, и открывались необъятные дали, взрыв блуждал по лиственному океану, отличающему всеми, отливающими всеми оттенками зелени, представлены здесь роскошной растительности и расцвеченному богатейшей гаммой красок, столь обычных для 42-го градуса широты. Вяз со всей изящной злокучей кроной, все многочисленные разновидности клена, а также благородные породы американского дуба и широколистная липа, известная в местном просторечии под именем мочальницы. Все эти деревья, переплетаясь верхними сучьями, образовали как бы необозримый лиственный шатер, простирающийся в сторону заходящего солнца и теряющийся в облаках на горизонте, подобно тому, как волны морские сливаются с небесной синевой у основания небосвода. Тут и там небольшой просвет между лесными исполинами, образовавшийся либо по капризу природы, либо по воле бушующих стихий, позволял какому-нибудь дереву не столь мощной осанки пробиться к солнцу и вознести свою скромную вершину чуть ли не на уровень зеленого полога. Таким деревьям принадлежали береза, немаловажная особа в менее благословенных местах, трепетная осина, различные виды орешника, а также другие представители меньшей лесной братьи. Они казались чем-то вроде худородных невзрачных гостей, затесавшихся в общество родовитых и знатных вельмож. Тут и там стройный гладкий ствол сосны, прорвав этот полог, высоко возносил над ним свою главу, словно изящный обелиск, искусственно сдвигнутый над лиственным долом. Бескрайние просторы и почти безупречная гладь зеленого океана и создавали здесь впечатление величия, и без того нежилая нежная игра красок, приглушенная переливами светотени, рождала ощущение совершенной красоты, тогда как торжественное спокойствие природы настраивало чувство на благоговейный лад. Дядюшка вскричала приятно изумленная девушка, обращаясь к старшему спутнику, за локоть которого она почти неощутимо держалась, очевидно, не доверяя достаточно крепкой, но несколько шаткой опоре под ногами. Разве это не похоже на ваш любимый океан? Вздор и детские фантазии. Магни. Так дядюшка в шутку называл племянницу, воздавая дань ее девичьей привлекательности. Он образовал это имя от слова магнит. Только ребенку придет в голову сравнивать какую-то пригоршню листьев с Атлантическим океаном. Все эти маковки деревьев, если их собрать в охапку, сгодятся разве что на скромный букетик, чтобы украсить грудь Нептуна. Хорошо сказано, дядюшка. Но вы, кажется, хватили через край. Здесь на миле и миле кругом нет ничего, кроме листьев. А что особенного в вашем океане? Сравниво, рассердился дядюшка, нетерпеливо выдергивая у нее свой локоть, ибо руки он глубоко засунул в карманы красного суконного камзола, какие были в ходу у тогдашних модников. Что за сравнение, магния? Ну где, скажи, тут пенистые волны? Где голубая вода, и соленые брызги, и буруны, и опять же, где киты, и свирепые тайфуны, и непрерывное бултыхание волн на этом несчастном клочке леса, дитя мое? А найдете вы на море эти зеленые султаны, деревьев, благословенную тишину и пенящий запах листьев, и все это зеленое очарование. Найдете вы что-либо подобное на море, дядюшка? Вздор, магния! Кабы ты хоть что-нибудь смыслила, ты знала бы, что зеленая вода – проклятие для матроса. Все равно, что зеленый новичок на вахте. Но при чем же тут зеленые деревья? Чшшш! Слышите? Это ветерок дышит в листве. Уж если тебе нравится ветер, девочка, послушала бы ты, как воет в снастях Норд-Вест. А где у вас тут штормы и ураганы? Где бусоны и пассаты в этой богоспасаемой лесной стороне? Я уж не говорю про рыбу, ее здесь и в помине нет. Что ж, здесь тоже бывают нешуточные бури. Это видно с первого взгляда. А лесные звери, разве их сравнить с рыбами? Это как сказать, заявил дядюшка с непререкаемой авторитетностью бывалого матроса. Чего нам не порассказали в Албане про хищных зверей и что будто мы с ними столкнемся, а ведь нам не попалось ничего такого, что испугало бы даже тюленя. Я так полагаю, что никакие дикие звери не могут сравниться с акулой южных широт. «Посмотрите-ка, дядюшка!» – воскликнула племянница, которой больше занимала величественная красота бескрайнего леса, чем доводы ее почтенного родственника. «Вон там, над верхушками деревьев, вьется легкий дымок. Неужто здесь люди живут?» «А ведь и верно!» – подтвердил старый моряк. «Дым, говорит, от присутствия людей. А это стоит тысячи деревьев. Надо показать его разящей стреле. С такого дикаря еще станется. Проскочит мимо гавани, так ее и не заметив. Там, где дымок, должен быть и камбус. Дядюшка, вынув руку из кармана, тронул стоявшего рядом индейца за плечо и показал ему на чуть заметный виток дыма, который вырывался из лесной чащи. Примерно за милю от них и, расплываясь почти невидимыми струйками, бесследно исчезал в дрожащем воздухе. Туз Короро был одним из тех внушительного вида воинов, которые чаще встречались среди коренного населения страны в прошлом веке, нежели в нынешнем. Он достаточно терся среди колонистов, чтобы познакомиться с их обычаями и даже языком, но почти не утратил первобытной величавости и естественного достоинства, присущих вождям индейского племени. К старому моряку он относился дружелюбно, но с заметной сдержанностью, ибо индейец, встречавшийся с офицерами на военных постах, где бывал частым гостем, не мог не понимать, что перед ним лицо подначальное. Под невозмутимой замкнутостью Туз Короро веяло таким сознанием своего достоинства, что Чарльз Кэп, ибо так звали нашего моряка, не решался даже в минуты безудержного бахвальства обращаться с индейцем за панибрата. Хоть их путешествие длилось уже больше недели, но сейчас этот дымок, курившийся над лесной глухоманью, так же взволновал моряка, как бывало внезапное появление паруса в море, и впервые за время их знакомства он отважился тронуть индейца за плечо. Зоркий глаз Туз Короро сразу же различил в воздухе колечки дыма. С минуты он стоял, слегка пристав на носки и раздувая ноздри, точь-точь олень, почувивший в воздухе смутную угрозу. И впервые в пространство недвижный взгляд, словно ученый поинтер, ждущий хозяйского выстрела, потом опустившись на пятки, издал чуть слышное восклицание, столь же характерное для индейца, как и его воинственные вопли. Больше он ничем не выдал своего волнения. Его лицо сохраняло неподвижность маски, и только быстрые черные орлиные глаза внимательно обшаривали лиственную панораму, точно стараясь не упустить ничего заслуживающего внимания. И дядя, и племянница понимали всю опасность предпринятого ими путешествия по нехоженным, диким лесам. Но ни он, ни она не могли судить, добро или зло вещает им эта неожиданная близость человека. Где-то здесь охотятся анииды или тускороры, разящая стрела, сказал Кэп, называя своего спутника индейца его английским именем. Неплохо бы к ним присоединиться, эх, соснуть бы ночку на удобной койке. Бег вам нет, ответил разящая стрела с обычной невозмутимостью. Слишком много дерева. Но должны же быть индейцы. Может, кто из ваших старых земляков, мастер разящая стрела? Нету скорора, ни аниида, ни махок. Бледнолицый. Черт Ас-2, ну знаешь, Магни, такое даже моряку не сморозить. Мы, старые морские волки, носом отличаем дух матросского табачка от солдатской люльки или логово неопытного новичка от койки заправского матроса. Но даже старейшему адмиралу во флоте его величество не отличить по дыму из камбуса королевское судно от простого угольщика. Мысль, что где-то по соседству в этой глуши находятся человеческие существа, взволновала его прелестную спутницу. Румянец еще живее заирал на ее свежих щечках, и глаза заблестели. Но и она растерянно повернулась к своему родичу и сказала нерешительно. Обоим им не раз приходилось дивиться необыкновенным познанием тускороры, его, можно сказать, вещему инстинкту. Огонь бледнолицего, но он не может этого знать, дядюшка. Десять дней назад, дорогая, я бы в этом поклялся, а сейчас уже не поручусь. А дозвольте вас спросить, разящая стрела, а с чего вы взяли, будто это дым бледнолицего, а не краснокожего? Сырой дрова, ответил воин наставительно, словно учитель, объясняющий арифметическую задачу бестолковому ученику. Много сырость, дым большой. Много вода, дым черный. Но разрешите заметить, мастер, разящая стрела, дым ничуть не черный, и совсем его даже немного. На мой взгляд, к примеру, сказать, это такой же легкий дымок, какой вьется над капитанским чайником, когда за неимением ничего другого кипятишь его на старой стружке, которой устилают трюм. Много вода, повторял андеец, выразительно кивая головой. Тускорора хитрый, не разводи огонь из вода. Бледнолицый, слишком читай книга. Он, что хочешь, жги. Много книга, ничего не знай. Что ж, это он правильно сказал. Я с ним согласен, подтвердил Кэп, не видевший в учености большого проку. Он в тебя метит магния, в твоей книжке. Вождь, по-своему, не глупый малый. А далеко ли еще разрешите стрела, по вашим расчетам, до этой лужицы, под названием Великое озеро? Мы уже который день к ней пробираемся, а все конца не видно. Тускорора посмотрел на моряка с видом спокойного превосходства. Онтарио, что небо, сказал он. Одно солнце, и великий путешественник его увидай. Что ж, я и есть великий путешественник. Не стану отпираться, но из всех моих путешествий это самое нудное и бестолковое. И добро бы оно к морю вело. А ведь мы в обратную сторону плетемся. Нет, ежели бы эта шайка пресной воды была под самым нашим боком, Да так она велика, уж пара зорких глаз должна бы ее увидеть. Ведь с этого наблюдательного пункта видимость на добрых тридцать миль. Гляди, сказала разящая стрела с величавой традицией грацией, простирая вперед руку. Онтарио. Дядюшка, вас научили кричать земля, а не вода. Вот вы ее и не замечаете. Воскликнула племянница, смеясь, как смеются школьницы своим задорным шуткам. Полно магния. Неужто бы я не узнал свою родную стихию, если бы приметил ее на горизонте. Так ведь Онтарио не наша стихия, не ваша стихия, дядюшка. Вас тянет на соленую воду, а это пресная. Я же тебе не какой-нибудь молокосос Юнга, а старый закаленный моряк. Я узнаю воду, даже если увижу ее в Китае. «Онтарио», — горделиво повторил грязящая стрела, опять показывая рукой на северо-восток. Кэп впервые из-за времени знакомства посмотрел на Тускорору с легким презрением, однако проследил взглядом за рукой и глазами индейца, устремленными на то, что казалось лишь кулачком пустого неба, чуть повыше лиственной равнины. «Вот-вот, этого-то я и ожидал, когда уходил с побережья на поиски какой-то пресноводной лужи», — снова заворачал Кэп, прожимая плечами, словно человек, окончательно пришедший к какому-то выводу и не желающий тратить слова попусту. «Возможно, это и есть «Онтарио», но оно с таким же успехом уместилось бы у меня в кармане. Надеюсь, когда мы до него доберемся, нам можно будет развернуться там, на нашей лодке. Однако, «Разящая стрела», если где-то рядом есть бледнолицые, не мешало бы нам с ними повидаться. Тускорор в знак согласия низко склонил голову, и весь отряд начал спускаться с корней поваленного дерева. Едва спрыгнув на земь, «Разящая стрела» сказал, что отправится к огню и выяснит, кто его зажег, а жене и остальным своим спутникам посоветовал вернуться к лодке, которую они оставили на соседней реке, и там его подождать. «Ну нет, вождь, это бы еще годилось при промере глубины или на небольшой прогулке по взморью», — возразил старый Кэп. «В неизвестной же местности страшновато отпускать лоцмана так далеко от корабля. С вашего позволения я пойду с вами». «Чего хочет брат мой?» — спросил нидеец степенно, нисколько не обижаясь на столь ясно высказанное недоверие. «Не расставаться с вами, разящая стрела, только и всего. Я пойду с вами и переговорю с незнакомцами». Пускароро не стал возражать, но тем наставительнее приказал вернуться к лодке своей покорной и терпеливой жене, только изредка решавшейся скидывать на него свои большие черные глаза, в которых читались уважение и страх, и любовь, преданная и нежная. Но тут запротестовала Магния, отважная и решительная в минуты невзгод и испытаний. Она все же была женщина, и мысль остаться одной, без защитников в этой дикой пустыне. Все необъятность, которую она только что измерила глазами, показалась ей такой страшной, что она выразила желание пойти с дядей. «Прогулка будет мне только полезна, достаточно я насиделась в лодке», – уверяла она. И ее личико, побледневшее было от испуга, как она не крепилась, чтобы скрыть свое волнение, снова расцвело румянцем. «Среди этих людей, возможно, есть и женщины. Что ж, не возражаю, пойдем. Это всего в каком-нибудь Кабельтове отсюда». Кабельтов – это морская мера длины, равная 185,2 метра. Мы вернемся еще за добрый час до захода солнца. Обрадованная девушка, чье настоящее имя было Мейбл Дунхэм, присоединилась к мужчинам, тогда как июньская роса, ибо так звали жену разящей стрелы, покорно побрела к реке. Она так привыкла к повиновению и лесному сумраку, что совсем не испытывала страха. Трое остальных, осторожно выбравшись из бурелома, вышли на опушку и направились в ту сторону, где курился дымок. Грозящей стреле достаточно было посмотреть разок-другой, чтобы выбрать нужное направление, тогда как старик Кэп долго и обстоятельно сверялся с карманным компасом, прежде чем углубиться в лесную чащу. Плыть, доверившись собственному носу, может и годиться для индейца магния, но наш брат, опытный моряк, знает цену этой стрелки, говорил дядюшка, едя по следам легко ступающего от Ускорора. Америку бы вовек не открыли, поверь, если бы Колумб полагался только на свой нюх. «Что, дружище, рожящая стрела, приходилось тебе видеть такую штуковину?» Индейец обернулся, мельком взглянул на компас, который Кэп держал перед собой, словно проверяя по нему курс, и ответил с обычной серьезностью. «Глаз бледнолицый!» «Тускорора, довольна голова!» «А теперь соленая вода!» Так Индейец величал своего спутника. «Нет язык!» «Пусть будет один глаз!» Он говорит дядюшку, что нам следует помалкивать, опасается должно быть людей, с которыми нам предстоит встретиться. Индейец всегда осторожен, когда идет в дозор. «Ты заметила, как он осмотрел затравку у своего ружья?» «Не мешает им не проверить пистолеты?» Спокойно отнесясь к этим приготовлениям, ибо она привыкла к ним за долгое странствование в лесной глуши, Мейбл шла быстро упругим шагом, не уступающим легкостью походки индейца, следуя по пятам обоих мужчин. Первые полмили странники ограничивались молчанием, но дальнейший их путь потребовал мер предосторожности. В лесу, как обычно, под густым навесом ветвей, глаз видел только высокие стволы деревьев. Все живое здесь было устремлено к солнцу, и они шли под лиственным шатром, словно под естественными сводами, опиравшимися на мириады неотесанных колонн. Но за каждой такой колонной или деревом мог притаиться недобрый человек, охотник, а то и враг. И по мере того, как разящая стрела быстро продвигался туда, где, как подсказывало ему безошибочное ощутье, должны были находиться люди, поступь его становилась все неслышнее. Глаза все зорче, пронизывали лесной сумрак, и он все осторожнее сжался к деревьям. «Гляди, соленая вода!» прошептал он с торжеством, указывая пальцем куда-то вглубь леса. «Огонь бледнолицый!» «Клянусь богом!» пробормотал Кэп. «Индеец прав. Вон они сидят себе за жужетвой, а так спокойно, словно это не лесная трущоба, а каюта трехпалубного корабля. «Разящая стрела только отчасти прав!» шепнула ему Мейбл. «Там два индейца и один белый!» «Бреднолицый!» повторила «Разящая стрела» и поднял вверх два пальца. «Краснокожий!» и поднял один палец. «Отсюда не разберешься,» осудил Кэп. «Кто из вас прав? Один из них наверняка белый. И какой же он приятный малый? «Сразу скажешь, что из порядочных!» «Да и из себя молодец!» «Не какой-нибудь уволень!» «Другой, видать, краснокожий!» «И от природы, и от того, что краски на себя не пожалел!» «Зато уж третий!» «Ни два, ни полтора, ни брик, ни шхуна!» «Бреднолицый!» «Бреднолицый!» повторила «Разящая стрела» и снова поднял два пальца. «Краснокожий!» и поднял один палец. «Должно быть, он прав, дядюшка! Вы же знаете, какой у него верный глаз!» «Но как бы нам выяснить, кто они, друзья или враги?» «А вдруг это французы?» «А вот я им покричу, и мы увидим, — сказал Кэпанука Магни, спрячься за дерево!» «Как бы этим негодяям не взбрело на ум дать по нас бортовой залп из всех орудий, не вступая в переговоры!» «Я мигом выясню, под каким флагом они плавают!» Дядюшка приложил ладони рупором к рту, чтобы откликнуть незнакомцев, но разящая стрела внезапным движением помешала его намерением, оттолкнув его руки. «Краснокожий магиканин!» «Объявил Тускарора. Хорошо!» «Бледнолицый Ингиз!» «Ингиз — это англичанин!» «Приятная новость!» — прошептала Мэйбл. Она без удовольствия думала о возможной кровавой схватке в этом глухом лесном закоулке. «Пойдемте к ним, дядюшка, и скажем, что у нас самые мирные намерения!» «Очень хорошо!» — сказал Тускарора. «Краснокожий — спокойно! Он знай!» «Бледнолицый скоро-скоро и огонь!» «Пусть иди, Скво!» «Скво — это женщина!» «Это еще что за притча!» — скричал Кэп в крайнем изумлении. «Послать малышку магнилозудчиком, а нам двум олухам расположиться здесь и ждать, сложа руки, как она там причалит к берегу!» «Зачем такое допустить я?» «Это мудрый совет, дядя!» «Сказала храбрая девушка, и я ни капли не боюсь. Ни один христианин, увидев женщину одну, не станет в нее стрелять. Я к ним явлюсь, как бы вестницей мира. Давайте я пойду вперед, как предлагает разящая стрела, и все будет прекрасно». «Вас еще никто не видел, а меня незнакомцы не испугаются!» «Очень хорошо!» — повторил разящая стрела, которому, видно, нравилось присутствие духа молодой девицы. «Такое поведение не пристало моряку!» — возразил Кэп. «Впрочем, здесь, в лесу, никто, конечно, не узнает. Если ты в самом деле не против, Мейбл...» «Да что вы, дядюшка, я нисколько не боюсь, тем более, что вы будете рядом и за меня вступитесь!» «Ну, так и быть. Возьми у меня один из пистолетов. Нет, лучше я положусь на свою молодость и слабость!» — сказала девушка, смеясь. От волнения щеки ее зарделись, как маков цвет. Беззащитность женщины — самый верный ее оплот среди добрых христиан. Я никогда не зналась с оружием и впредь не хочу ничего о нем знать. Дядя не стал настаивать, и провожаемая мудрыми наставлениями тускороры Мейбл... Собрала все свое мужество, и одна денешенька пошла к людям, сидевшим у костра. Сердце тревожно колотилось у нее в груди, но она шла твердым шагом, ничем не выдавая своего волнения. В лесу стояла нерушимая тишина, ибо те, к кому Мейбл приближалась, были слишком заняты удовлетворением своего естественного аппетита, или, проще сказать, волчьего голода, чтобы позволить себе чем-либо, чем-нибудь посторонним, отвлечься от столь важного дела. Но в сотне шагов от костра Мейбл случайно наступила на сухую хворостинку, и едва слышный хруст, раздавшийся под ее легкой стопой, заставил магиканина, за коего признал индейца, грозящая стрела, и его товарища, относительно которого мнения разошлись, с быстротой молнии вскочить на ноги. Оба они оглянулись на свои карабины, прислоненные к дереву, но при виде девушки ни один из них не протянул руки к оружию. Индеец ограничился тем, что сказал Белому несколько слов, после чего воротился к своей трапезе так спокойно, как будто ничего не произошло, тогда как его товарищ отошел от костра и направился навстречу девушке. Когда незнакомец приблизился, Мейбл увидела, что ей предстоит разговор с человеком одного с ней цвета кожи, но платье его представляло такую причудливую смесь костюмов двух наций, что ее взяло сомнение, и она отложила решение этого вопроса до более близкого знакомства. Это был молодец средних лет, скорее некрасивый, но с таким располагающим бесхитростным лицом, что Мейбл, он показался чуть ли не красавцем. Во всяком случае, страх ее как рукой сняло. И все же она остановилась, повинуясь, если не велению своей натуры, то обычаю своего пола, разбронявшему ей слишком явно торопиться навстречу незнакомому мужчине, да еще при тех обстоятельствах, в каких она более случай оказалась. «Не бойтесь ничего, милая девушка», – сказал охотник, «ибо, судя по одежде, таково было его занятие». «Вы встретили в этой пустыне честных христиан, готовых радушно принять каждого, кто хочет мира и справедливости. Я человек, небезызвестный в этих краях, смею надеяться, что и до ваших ушей дошло одно из моих многочисленных прозваний. Французы и индейцы по ту сторону Великих Озер знают меня как Лалонж Карабин, длинный карабин на французском. Магикане, справедливое и честное племя, вернее, то, что от него осталось, зовут меня Соколиным Глазом. Для солдат и лесников по эту сторону Озер я известен как следопыт, ибо я никогда не собьюсь со следа, зная, что в лесу меня поджидает друг, нуждающийся в моей помощи или же Минг. Минге, убранное имя, которыми деловары называли Гуронов, североамериканское индейское племя, поддерживающее французов во время англо-французских войн за американские колонии. Гуроны принадлежали к одной из групп иракетских племен. В речах незнакомца не почувствовалось бы хвальства, а лишь законная гордость тем, что каким бы именем его ни звали люди, они не могли сказать о нем ничего дурного. На Мейбл слова его указали магическое действие. Услышав последнее его прозвище, она радостно сплеснула руками и восторженно повторила «Следопыт!» «Да, так меня зовут, милая девушка, и не всякий лорд столь заслуженно носит свои титулы, как я, мое прозвание. Хотя, по чести сказать, я еще больше горжусь своим умением обходиться без всяких следов и троп. Стало быть, вы тот самый друг, которого батюшка обещал послать нам навстречу. Если вы дочь сержанта Дунхэма, то даже великий пророк деловаров не высказал бы истины более очевидной. Деловары – это североамериканское индейское племя, поддерживавшее англичан во время англо-французских войн за американские колонии. Создали могучий союз племен, в который входили и эмагикане. Я Мейбл, а там за купой деревьев скрывается мой дядюшка Кэп и Тускарора, которого мы зовем «Разящая стрела». Мы рассчитывали встретить вас не раньше, чем дойдя до озера. «Я предпочел бы видеть вашим приводником более прямодушного индейца», – сказал следопыт. «Не очень-то я доверяю Тускарорам. Это племя слишком удалилось от могил своих предков, чтобы по-прежнему чтить великого духа. К тому же «Разящая стрела» – чистолюбивый вождь. А юнская роса с вами? Да, жена его сопровождает. И какое же это милое, кроткое создание. И преданное сердце, чего не скажешь о ее муже. Но неважно. Нам подобается смирением принимать предначертанное свыше, покуда мы шествуем тропой из жизни. Вашим проводником мог оказаться кто-нибудь похуже Тускарора, хотя в нем слишком много крови мингов, чтобы можно было считать его другом деловаров. Так значит, хорошо, что мы встретились», – воскликнула Мейбл. «Во всяком случае, очень неплохо, ведь я обещал сержанту благополучно доставить его дочку в крепость, хотя бы и ценой своей жизни». «Мы оставили нашу лодку на подступах к водопаду и на всякий случай пошли вам навстречу». «И хорошо сделали. Поразящая стрела вряд ли справился бы с быстриной. А вот и дядюшка Ростус-Каророй. Наши отряды могут теперь соединиться». И действительно, убедившись, что переговоры протекают мирно, Теп и Поразящая стрела подошли ближе. Мейбл в нескольких шагах, в нескольких словах сообщила им все, что узнала сама. После чего вся компания присоединилась к путникам, сидевшим у костра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...